Сложная экономическая ситуация, еще больше усугубившаяся в результате пандемии коронавируса в нашей стране, привела к тому, что многие предприятия малого и среднего бизнеса, а вместе с ними рядовые горожане, находятся сейчас на грани выживания. Рабочие места сокращаются, люди теряют единственные источники заработка, им нечем платить за жилье и коммунальные услуги. На этом фоне большие вопросы вызывают действия энергетических монополий, которые не учитывают непростые реалии сегодняшнего дня и не только не снижают тарифы, но и достаточно жестко, а порой и жестоко поступают с теми, у кого нет возможности в срок оплатить их услуги. Тему продолжит наш корреспондент. Вот уже почти месяц наша страна находится в режиме нерабочих дней. Его объявил президент страны Владимир Путин. Сделано это было с одной оговоркой. Зарплата работников должна быть сохранена, то есть предприятия обязаны перечислять деньги своим сотрудникам, даже при остановленном производстве. Логика понятна. Люди остаются дома, препятствуя тем самым распространению коронавируса, но продолжают получать выплаты на первостепенные нужды. Такой подход мог бы сработать, если бы эти каникулы не были продолжительными и в стране не было бы такого количества бедных, которое составляет на сегодня около 20 миллионов человек. Все они нуждаются в поддержке. Однако, как заявлял руководитель рабочей группы Госсовета Российской Федерации по противодействию распространения коронавируса Сергей Собянин, на помощь стороны федеральных властей рассчитывать не стоит. По его словам, у бюджета просто нет такой возможности. Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить сотрудников по отпускам. Речь идет пока о месяце. Один месяц. Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечить ту часть людей, которые сегодня не работают. При этом Собянин напомнил о социальной ответственности бизнеса, но российские реалии показали, что каникулы за счет работодателя – затея тяжело выполнимая. Не имея никаких финансовых поступлений, руководители многих предприятий заявили, что не в состоянии платить полноценную зарплату своим работникам и вынуждены в подобных условиях ввести сокращение персонала, а зачастую и закрывать производство. Об этом говорят и многие тверские бизнесмены. Например, руководители охранных фирм. Спрос на услуги их сотрудников упал в разы. На данный момент можно говорить о почти 50% сокращении объемов работы, потому что многие посты просто позакрывались и, соответственно, сняли охрану. В особенности это объекты, соответственно, общепита. Если ситуация будет продлена в июле, августе, сентябрь и так далее, ну, наверное, в этом случае придется нам увольнять сотрудников, разгонять штат, ну и, собственно, морозить или закрывать совсем бизнес. То есть доходы предпринимателей резко пошли вниз. Бизнес из последних сил часто в ущерб себе стремится снизить издержки. На этом фоне большие вопросы вызывают действия энергетических монополий. О завышенных тарифах, зачастую неподъемных для бизнеса и простых гражданах, много говорилось и в докоронавирусную эпоху, когда состояние экономики было куда стабильнее. Сейчас же энергетики, не желающие идти на уступки по объему начисляемых платежей, фактически додавливают малый и средний бизнес, а с ними рядовых горожан. Финансовое состояние всех слоев населения, а также предпринимателей уже сейчас ощутимо пошатнулось. И как долго они будут вставать на ноги – большой вопрос. Уже сейчас маркетологи фиксируют резкий спад спроса на мебель, аппаратуру, одежду, косметику и даже продукты питания. У россиян реально остается все меньше денег на самое необходимое. И чем люди будут оплачивать коммунальные платежи – непонятно. Эксперты говорят о реальном риске возникновения массовых задолженностей по коммуналке. Особенно это чувствительно в нашем регионе, где, несмотря на наличие нескольких крупных энергогенерирующих объектов, Удомельская АЭС и Конаковская ГРЭС, тем не менее один из самых высоких тарифов на электроэнергию в России. Между тем, о необходимости изменить тарифную систему, особенно в нынешних реалиях, не раз говорили на федеральном уровне. В частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением ввести единую госполитику формирования тарифов на электроэнергию. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предложил выровнять расценки в регионах как минимум до средних по стране – 3,4 рубля за 1 кВт-час. Там, где тариф уже сейчас меньше этого значения, повышения стоимости электроэнергии не будет. Речь в первую очередь идет о тарифах для физических лиц. Однако очевидно, что новые расценки коснутся и субъектов малого и среднего предпринимательства. Выравнивание тарифов должно привести к снижению цен примерно на 50% в убыточных субъектов, уверены в Совете Федерации. Планируется, что частично инициатива будет реализована за счет госсубсидирования. Если право на подобную поддержку государства появится и у бизнеса, то она, в первую очередь, понадобится социально ориентированным предприятиям, отмечают эксперты. Однако энергетические монополии не только не прислушались к этому, но и продолжают гнуть свою линию. В результате на сегодняшний день отечественные поставщики энергоресурсов, обладая гигантским энергетическим потенциалом, не обеспечивают гражданам и бизнесу высокий уровень доступности электроэнергии, а зачастую и должного качества предоставляемых услуг. Судите сами. Количество киловатт-часов, которое может купить условный житель нашей страны, на среднюю зарплату около 12 тысяч. Для сравнения, житель европейской страны Лихтенштейн может себе позволить почти втрое больше — 31 300 киловатт-часов. При этом одних только атомных станций в нашей стране более десяти, а уже ресурсы гидроэнергетики — и вообще одни из крупнейших в мире. При всем этом тарифы в России на электричество постоянно растут, и особенно значительно для бизнеса. Сегодня цена одного киловатта, например, в Турской области, доходящая для юридических лиц почти до 7 рублей за киловатт, почему-то выше, чем, скажем, у Воронежской и многих других областей. Хотя и там электричество тоже стоит недешево. Одна из причин дороговизны электроэнергии скрывается в высокой степени износа энергетической инфраструктуры, а также искусственно завышенных расходах монополий, которые закладываются в тарифы и низких возможностей государственного регулирования рынка. Этим пользуются монополисты в сфере производства и сбыта электроэнергии. В результате высокие тарифы на электричество и отсутствие гибкой ценовой политики нередко заставляют бизнес попросту сворачиваться. К сожалению, из года в год предприниматели констатируют, что в целом значительную часть своих расходов они тратят, в том числе и на электроэнергию. Это связано не только с целиком, скажем, с нагрузкой административной на бизнес, но и с тем, что тарифы меняются, их уровень ставок индексируется. Если платить нечем, возникает задолженность, которая в конечном итоге приводит к отключениям. И эти попытки отключения, несмотря на распоряжение правительства об их запрете для бизнеса и ФИЦЛИС, пытаются сделать Тверь Атомэнергосбыт. А в отношении примерно полутора тысяч компаний и организаций энергетики в течение года и вовсе инициировали судебные иски. Это часто ведет к ванкротству предприятий. И, видимо, такой подход они собираются продолжать и в это непростое время. Об этом говорит полученная недавно бизнес-центром Тверь такое уведомление. А ведь в здании многофункционального центра находится и наша ТРК, и офисы разных компаний и рестораны, отель, киноконцертный зал, которые простаивают из-за введенных ограничений, что не дает возможности оплаты всех счетов. Аналогичная ситуация и с гостиницей «Турист», пансионатом с лечением Верхней Волжьи и сельгер-палас-отелем. Их тоже планируют отключить от электроснабжения. Поставщики ресурсов немилосердные. По имеющимся у нас данным, в Твери каждые сутки от различных услуг ЖКХ, газа, тепла и водоснабжения с долги отключают в среднем около трех объектов. В не меньшей степени страдает и обычное население. Не так давно наш телеканал рассказывал о ситуации, сложившейся в СНТ «Весна» на окраине Твери. От электричества там было разом отключено порядка 40 семей. В опаснейший эпидемиологический период люди остались без коммунальных удобств. Причем в список отключенных попали как должники, так и ответственные плательщики. Там мне руки не помыть, не погреться, ничего, ни воды нагреть. Ученики учат уроки у людей со свечками. Маленькие дети, у нас грудные дети есть. И ладно, еще качество поставляемых услуг отвечало всем требованиям. Ведь уже сейчас потребители массово бьют тревогу, заявляя о многочисленных фактах перебоев с подачей электроэнергии. В скачках напряжения, приводящих к выходу из строя дорогостоящей бытовой техники. Наши три дома, они несчастные дома. 52, 52 корпус 1 и 48 корпус 1. Они отключаются постоянно. То есть на неделе 3-4 раза. Еженочно, то есть от секунды до пяти минут. То есть какие-то переключения технологические. Но у нас бытовая техника. Телевизоры в квартирах, у нас микроволновки в квартирах, у нас компьютеры. В конце концов холодильники и стиральные машины. Боимся потерять. Обоснованность претензий горожан нам подтвердили и сотрудники экспертного бюро, которым на дефектовку приносят сотни почти новых телевизоров, посудомоечных машин, компьютеров и другой сложной электроники. Безвременно высшие строя из-за скачков напряжения. Люди периодически к нам обращаются с неисправными электроприборами, устройствами. В ходе скачков напряжения в электроботовой сети устройство банально уходит из строя. То есть нам приходится проводить экспертизы, устанавливать причины. Большинство всех случаев все-таки по вине перенапряжения бытовой электросети. То есть это все вина энергетиков. И так, из-за некачественно предоставляемые услуги горожане и предприниматели несут серьезные убытки, а компенсациям добиться практически невозможно. В связи с этим напрашивается один вопрос. Почему лямку тяжелейшего экономического времени должны тянуть простые люди и бизнес, которые в нашей стране исторически находятся в сложнейших условиях выживания? А энергетические монополии, получается, считают, что находятся в привилегированном относительно других положении. И могут себе позволить, не обращая внимания на постановления правительства, продолжать создавать проблемы для деятельности бизнеса и граждан, постоянно повышая тарифы на свои услуги. Это напоминает игру в одни ворота. Но это не повод складывать руки. Всем понятно, что в одиночку гражданам непросто тягаться с энергетиками. Поэтому всем, кто пострадал от некачественных услуг по подаче электроэнергии, воды и тепла, газа, мы предлагаем обращаться на наш телеканал. Мы поможем вам подготовить коллективные иски в адрес недобросовестных поставщиков услуг и добиться компенсации ущерба.